Приветствую вас! Я вам хочу рассказать про производство и экспорт продуктов питания Украины и России. Для этого используемся данными очень уважаемой международной организации UCID. Итак, согласно их расчетам, вот, пожалуйста, это производство кукурузы в мире. Понятное дело, если вы знаете, всегда используют маркетинговый год. Вот, маркетинговый год это с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. Это вот показатели данной пропорции, как вы видите. На первом месте по производству кукуруза США, потом идет Китай, потом Бразилия, Евросоюз, Украина. Ну, скажем, раз, два, ну, если так считать, четвертое место занимаем. Ну, в принципе, хотелось бы, может, больше, но занимаем, да, такой есть. Смотрим дальше. А это вот пшеница. Первое место Евросоюз, что я много раз говорю, что запомните, Евросоюз, да, он производит машину, но аграрный бизнес, это очень важно. Китай, то есть Индия, Россия, обращаю ваше внимание, потом идет США. Ну, Украина по пшенице, конечно, немножко слабовато смотрится, а вот Россия очень хорошая. Но это производство. Теперь давайте посмотрим самое интересное. Экспорт. Первое место в мире по экспорту кукурузы США, США, еще раз США. И это не смущает, что это крупная аграрная страна, да, на экспорте кукурузы занимается существенно долг. В том, Бразилия, Аргентина, Украина на четвертом месте. Были случаи, Украина даже второе место занимала, были случаи, в том, кто, по-моему, занимала третье. То есть, в любом случае, Украина очень сильно смотрится на мировом рынке экспорта кукурузы. Ну, Россия тоже экспортирует, это обратили внимание, она, если так посчитать, занимает пятое место. Это, что касается кукурузы. Но есть же и другие. А вот это уже пшеница. Да, за 2016-2017 год Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. По этой причине, когда мы говорим, что же происходит в мире. А Россия тоже стает обычным аграрным государством, для которого экспорт пшеницы начинает играть существенно долг. Да, да, да. Не удивляйтесь. Для России экспорт пшеницы, ну, имеет такое же значение, как для Украины экспорт пшеницы в кукурузе. Второе место, опять, видите, США. Евросоюз, лидер в экспорту. Австралия, Канада, ну, канадская пшеница, это же извечный вариант. Это еще раз показывает, что, конечно, можно много рассказывать про самолеты, планшеты и так дальше. Но, реально, немножко другая. Россия, как и Украина, делает ставку на экспорт аграрной продукции. Обращаю внимание, аграрной, а не машиностроения. Это я больше раз. Ну, если кто запомнил, нагадываю. Вот это вот производство. Обратили внимание? Ну, вот посмотрите. Что, начинаючи, грубо говоря, там, с 2011-2010 года, даже нет, с 2007-го, Россия наращивает производство пшеницы. Наращивает, не уменьшает, наращивает. Это, правда, хорошо? Это замечательно. Это не то слово. Замечательно. А теперь смотрим на экспорт. Экспорт взлетел. Ну, прямо, 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 смотрите. Вот, смотрите. Что последние годы Россия максимально увеличит экспорт пшеницы. Увеличит экспорт. Ни самолетов. Обратили внимание. Ни станков, ни машин. Пшеницы. Пшеницы. Еще раз пшеницы. Потому что кушать все хотят. И в этом нет ничего необычного. Это даже правильно решение. Теперь Украина. Ну, вот видите, в Украине производство пшеницы был провальный год. Видите, там, 2003-2002 провальный год. То невероятно, что это провальный. Ну, последние годы как бы наращиваются, выровняли. Хотя, можно сказать, вот когда-то было больше. Было. Но вот сейчас, действительно, производство пшеницы, как бы, в Украине, ну, более-менее растет. Рейх жаловаться. А насчет экспорта. Ну, как же без этого. То же самое. Абсолютно то же самое, что и Россия. Тоже экспорт пшеницы увеличился. Последние годы. Обращайтесь на 2010. Ну, вот, в черву, это маркетинг года. 2010-2011. 2011-2012. 2012-2013. Все обратили внимание? То есть, и Украина, и Россия наращивает экспорт пшеницы. Наращивает, не уменьшает. Наращивает. И производство наращивает. Ну, что касается, если что-то, кукурудза. Понятное дело, что Украина более предрасполагается к выращиванию кукурудзы. Поэтому причинил нас, как видите, рост производства просто замечательный. Просто замечательный. Вот, если посмотреть с 2009-2010. Шикарный, про шикарный рост. Действительно, Украина, ну, скажем, делает ставку на кукурудзу. И, видите, это получается. Ну, соответственно, обращаю внимание. Вот это экспорт. Вот, видите, были года, когда Украина практически не экспортировала. Ну, там, это такая мизер, видите, там, в 2002-м году, чепухак. Ну, грубо говоря, я бы сказал так, с 2011-го года Украина рванула с точки зрения экспорта кукурудз. Ну, 10-й, 9-й там тоже было, но в основном, обращая внимание, 11-й, 12-й. Это переломный год. Переломный год для экспорта. Переломный. То есть, Украина вышла, как бы, на мировой рынок. А теперь смотрим Россию. Это производство. Россия тоже наращивает производство кукурудз. Тоже наращивает. Обратите внимание, что тоже 2011-2012 год. Обратили внимание? Все обратили. Очень внимательно обратили. А теперь очень внимательно смотрим экспорт. Все то же самое. Россия тоже, начиная, после 2010-го года, наращивает производство кукурудзы и экспорта. Как и Украина. Наращивает производство кукуруза. Не самолетово, обращая внимание. А производство кукуруза. Хотя, действительно, на сегодняшний момент по пшенице нас обогнали. Обогнали по полной. Да, Россия заняла первое место. Мы пока не можем одолеть такое. Но, конечно, по кукурузе хотелось бы занимать тоже первое место. Не получилось. Напоминаю. Нам такую графику уже показывают. Точнее, табличку показывают. Напоминаю. Это вот структура экспорта Украины и России за 2010 и за 10 месяцев 2016 года. Обращаю ваше внимание. Да, в Украине, конечно, доля экспорта аграрной продукции и продовольства значительно больше. Не спорю. Но, обращаю ваше внимание, в России тоже растет. За 6 лет, как вы видите, выросло в 2 раза. Даже больше в 2 раза. Это в 2. Можно сказать даже. Да, растет экспорт машиностроения. Вот сколько раз? Ну, растет. Мало. Мало растет. Очень мало. Мало. То есть, внимательно посмотрите. В России фактически разница между экспортом продуктов питания и машиностроения небольшая. Я думаю, еще пару лет. И доля экспорта продукции и продовольствия будет больше, чем экспорт машиностроения. В России. Ну, Украина здесь ровнула еще сильнее. По этой причине, как вы видите, у нас тут 41%. А экспорт машиностроения действительно уменьшается. Это факт. Единственное, что вы видите, в России уменьшилось, да, уменьшилось экспорт сырой нефти. Ну, зато выросло экспорт пшеницы. Для чего я вам это показал? Ну, во-первых, чтобы меньше было мифов и разговоров. Я считаю, что экспорт продуктов питания это выгодно. Это правильно. Как и экспорт газа, нефти. Что касается экспорта продуктов машиностроения, да, он должен быть, никто не спорит. Но это не очень хороший экспорт. Для того, чтобы экспортировать продуктов машиностроения, это дорого, тяжело, не всегда выгодно. А вот экспортировать пшеницу, например, в России, это выгодно. Экспортировать кукурузу, например, в Украине, это выгодно. А экспортировать и пшеницу кукурузы, это выгодно и Украине, и России. Так что, когда говорят, что Россия, как и Украина, превращается в аграрно-ориентированную страну по экспорту, это не ошибка. Это вызов ситуации. Ну, скажем так, понятное дело, что если бы не было в России нефтегаза, то доля, конечно, вот этот показатель, был, конечно, в России и в Украине одинаковая. То есть по аграрной мы были близки, но так как мы не можем экспортировать нефтегаз, по этой причине, да, у нас 40% продовольствия, ну а в России 60% нет газа. Вот такая интересная информация. Задумайтесь.